Цель этих лекций – не лечить вас, а научить вас в медицине, научить, как самим лечиться. Вот представьте, это возможно и это очень нужно, потому что если врачи будут лечить, то они не налечатся, так сказать, как сейчас это имеет место. И болезни растут, количество больных, и болезни возрастают и нарастают угрожающими темпами. И мало того, что растет количество больных, страдает генофонд. Генофонд. Вы поймите, что происходит, страдает генофонд нации. Это уже очень серьезно. А почему это происходит? Вот это уже все обучение. Вы уже слушаете и запоминаете, желательно, конечно, записывать вам. Но будут диски, наверное, вы сможете их приобрести. Так вот, почему так произошло, что страдает генофонд нации, и не только нации нашей, российской, так сказать, но всего человечества. А произошло это благодаря фармакологической медицине. Потому что сейчас уже рождаются дети на всем земном шаре. Это четвертое, а то и пятое поколение людей, рожденных в мире химической цивилизации. А это значит наружное загрязнение среды, да? А еще и в мире антибиотиков, гормонов, цитостатиков, ну и всего прочего. Ужасных препаратов, химиотерапии и прочее, прочее. Все то, что нацелено прямо на иммунную систему человека. И не только человека, но и животных, но и растений, но и почвы. Вы понимаете, что и гербициды, и все-все остальное, и все эти препараты, они губят иммунную систему всей экосферы нашей, всей экосистемы. В том числе и преимущественно человека. Больше всего человек принимает лекарства. А почему? Потому что люди болеют, и чем больше они болеют, тем больше они хотят принять лекарства. Они хотят вылечиться. Люди хотят вылечиться, а средства другого не знают. Так, лекарства и все, лекарства заболел, выпей температуру, выпей лекарства. Воспаление легких, тем более уже инъекции, капельницы и все-все. А если рак, то это тем более уже облучение, химиотерапия и прочее, прочее. А ведь рак можно вылечить без лекарств. Можно вылечить все без лекарств. И намного лучше можно вылечить, и намного быстрее. Но если я про рак сказала, вы уже не думайте, что это такая вот я чудодейственница, и можно вылечить любой рак. Нет. Рак только в первой степени можно вылечить точно, но и во второй тоже так сомнительно. А дальше уже очень затруднительно. И все, что говорится, можно и в последней стадии, и прочее, и прочее, это отнюдь не так. Потому что, вы, друзья мои, раз уж про рак заговорили, а это же онкология сейчас в огромных масштабах. Она растет и растет. И почему? Опять же, благодаря тому, что иммунная система наша разрушена. И вот охватывает она все возраста, и в том числе, самое страшное, детей. Вот дети больные лейкозом, это, знаете что, это преступление человечества вообще, довести детей до лейкоза. А почему так? А потому что их предыдущие поколения страдают от пониженного иммунитета. Потому что во всех этих поколениях копятся и копятся загрязнения, шлаки, которые раньше удалялись нашими сильными иммунными клетками. А сейчас они не удаляются. И потому и спит. А что такое спит? Синдром приобретенного иммунодефицита. Слышите? Уже ясное слово. Ничего не скрывается. Синдром приобретенного иммунодефицита. А кто приобрел? Почему мы приобрели этот иммунодефицит? В чем дело? Не было и вдруг дефицит. Да потому что убили иммунную систему лекарствами, химией, химией, лекарствами, химией. Имею в виду уже и сельскохозяйственной, и промышленной, и всякой-всякой. Ну так вот. Теперь, значит, цель наша первая – избавиться от гноя вообще всех людей. И не только больных, но и здоровых. Вот почему я про рак заговорила и говорю сейчас об этом. Раком нужно не заболеть. Вот это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы предохраниться от рака. Не болеть раком. А что делать, чтобы не заболеть раком? А лечить все те болезни, которые предшествуют ему. Потому что рак не возникает сразу. Он возникает на основе, на накопленной грязи, скажем прямо так. А если сказать более точно, накопленного гноя, который копится у нас и в разных местах организма, разных по уголкам. А где в первую очередь? Вот где копится гной? Всем вам известно. Где он копится? Ангинами. Болеем мы? Болеем. Дети болеют ангинами? Дети болеют. Это очень страшно. Что такое? Ангина. Откройте рот ребенка, вы видите, большие миндальные и гнойные пробки, они продырявленные все и так далее. И это бывает и в подростковом возрасте, бывает и в зрелом, и даже в пожилом, но правда реже. Ну и что? Это просто так? Нет, не просто. Этот гной травит весь организм. Он распространяется буквально повсюду. Ведь как это? Что это такое? Лечение ангины. Ну, любым способом. Пусть прогревание, пусть не антибиотики. Самый лучший, возьмем существующий вариант. Теплое питье, ноги согреть, прогревание и так далее. И так далее. Ну, проходит ангина. Но если что, все-таки антибиотики. Обычно, если она гнойная, они обходятся без антибиотиков. То есть, это все рассосалось. Ну и рассосался. Что значит рассосался? Это значит, очень плохо, что он рассосался. Он попал во все другие ткани и так себе рассосался. Ладно, а дальше что? А потом он где-то проявится в виде головных болей, мигрени, в виде дерматита, что у детей очень-очень часто сейчас особенно. Или в виде чуть постарше уже, если там 5-6 лет, это будет бронхит и бронхиальная астма. Которая тоже чуть бронхит, сразу начинается бронхоспазм и бронхиальная астма. Очень много детей сейчас страдает этим. А чем не страдают наши бедные дети? А хронический обструктивный бронхит? У них у всех уже, уже в 3 года, есть хронический обструктивный бронхит. Николай уже весь детсадовский возраст, все школьный возраст. У всех у вас есть хронический обструктивный бронхит. Уверяю вас. У тех, кто кашляет, и у тех, кто никогда не кашлял. Говорю, бронхит у вас есть? Нет. Я не кашлял, никогда не кашлял. Не в детстве, нет, я не кашлял. Вот это и самый худший вариант, что не кашлял. Значит, все осталось, что в легких было. А в легких было, безусловно, бронхи выставлены слизистые. Безусловно. Вы представляете, что такое бронхи? Да, как они выглядят? Бронхиальная трубка, вот это трахея. И потом разветвляется она, и бронхиальное дерево. В общем, не нужно рисовать, мне кажется, эти простые вещи вам всем понятны. Но главное то, что, из чего они состоят, эти бронхи? Они состоят из хрящей, вот таких, да, хрящевых колец. Трахея, вот трубка, да, дыхательная трубка. Дальше она разветвляется, и все на два, на два. Это дихотомическое деление называется. И получается бронхиальное дерево, вот так опрокинутое вроде, да, ветви в самом низу, самые тонкие веточки внизу. Так, эти самые тонкие веточки тоже состоят из хрящевых колец. Ладно, кольца есть, а что между ними? А между ними мышечная оболочка, мышцы. Такие мышцы, гладкие мышцы, гладкая мускулатура. А гладкая мускулатура, это не попречно полосатая, это не наша скелетная мускулатура, которая сокращается волевым образом. Так, сокращение волевой этой гладкой мускулатуры, которая, это мускулатура всех наших внутренних органов, и дыхательной системы, и пищеварительной системы всей. Такие сокращения не зависят от усилий воли, наших усилий не зависят. Они происходят под влиянием вегетативной нервной системы, то есть симпатической и парасимпатической, вот таких двух антагонистических систем, составляющих, в общем, вегетативную нервную систему, то есть нервы, которые управляют нашими внутренними органами и всей этой вегетососудистой дистонии и прочим, прочим, прочим. За все это там холодно, знаешь, люди мерзнут окон. Ладно, всем этим, чтобы они, значит, управляют вот эти вот нервы внутренние наши. Так вот, от их состояния и от их поведения зависит состояние гладкой мускулатуры, в частности, бронхов. Так вот, что происходит, когда мы принимаем лекарства детям нашим, даем при ОРЗ, ОРВИ, при бронхитах, даем лекарства любые. Они, значит, нацелены на эту мускулатуру, они ее травят. Или мускулатуру, или же слизистую. Они отравляют, смотря, какое лекарство что. Или слизистую будет травить, значит, слизистая будет погибать. Если клеточка погибает, эта клетка состоит из белка. Вообще, мы составим из белка, это строма наша. Как животные организмы состоят из белка, а растительные организмы состоят из углеводов. Вот все, что дерево, это толстый его ствол, и самый тоненький листочек, это все углеводы. Это разные их сочетания, комбинации и полимеры. Это будут вот кора и прочие, это полимеры. Там есть поменьше и так далее. Но единица углеводов, это глюкоза и фруктоза. Право и лево вращающие изомеры, вот гексоз. Гексозы, то есть те, которые состоят из шести атомов углерода. Я, может, быстро говорю или отвлеченно? Вы воспринимаете, да, все, что я говорю? Так, или гексозы, или пентозы. Пентозы это из пяти атомов состоят, но тоже углеводы. То есть там что? Вот слушайте само слово. Углеводы. Там углерод и вода. А вода из чего состоит? Водород и кислород. Вот водород, кислород и углерод составляют углевод. И вот представляете, весь растительный мир, все это огромное богатство, окружающее нас, растений, состоит из углерода, водорода и кислорода. Все-таки это напишем. Вот это углерод, водород и кислород. И представьте себе, из тех же элементов состоят и жиры. Тоже углерод, водород, кислород, жирные кислоты. Просто они в венном сочетании. И если там у нас единица, это гексоза, пентоза, вот глюкоза, там пентоза, фруктоза и так далее, то здесь эти цепочки жирных кислот, они намного длиннее. Там всего 6 атомов углерода, а там до 30, 32, 36 атомов углерода. Вот такие вот цепочки. Соединенные и так далее. А вот эти самые атомы углерода, они соединены с атомами водорода. Опять же, водород и так далее. И в конце, в конце жирная кислота, мы говорим. Это значит, есть карбоксильная группа, у которой есть вот такой кислород. И гидроксильная группа, ОХ, вот гидроксильная группа, она имеет отрицательный знак. Но отрицательный знак она имеет не в молекуле, в молекуле она нейтральна, молекула нейтральна. Но при диссоциации молекулы. Но диссоциация более-менее, вы знаете, да помните. Вот когда диссоцирует молекула в водной среде, а организм у нас это водная среда. Так вот, этот ОХ отщепляется. Вот это очень-очень важное сочетание вот этих атомов, группа атомов, очень важная. Запомните. А она есть еще и в других соединениях. Где она есть? Я вам скажу. И чем она нам важна и нужна, я вам скажу. Все. Пока знаете, что она отщепляется и приобретает отрицательный заряд. Если отщепилась, значит она берет электрон отсюда, с молекулы, и уходит. А молекулы уже не хватает одного электрона. Но он потом восполняется. Но она вот свободно плавает в нашей клеточной жидкости. И это наше счастье, что есть у нас такие вот гидроксильные ионы. Потом гидроксильные группы, да. Они же есть и вот в этих атомах углерода, где поменьше, да, всего 6. И также здесь они кислотной группой не кончаются, а кончаются альдегидной группой. То есть здесь хаш. Нет, они так не диссоцируют. Они там иначе диссоцируют немножко. И есть еще они самое главное. Вот эти гидроксильные группы, они есть в органических кислотах. А органические кислоты, вам интересно так сказать или скучно? Очень. А то скажете, мы не врачи, и зачем нам эта биохимия? Вы знаете, что она вам так нужна, потому что это все у вас творится в вашем организме. И вы должны знать, что у вас происходит, чтобы понимать, что кушать, и чтобы знать, из какой еды мы получаем пользу или вред. И вообще соответствует ли эта еда по своему все-таки составу биологическому? Соответствует ли она нашим тканям? Если вы не будете знать, что вы едите, что сейчас имеет место. Вот люди имеют самые разные специальности, и очень многие замечательные специалисты в своей работе. Они знают очень много, но они не знают себя. А нужно себя знать обязательно. Иначе мы болеем. Так вот, органические кислоты, они содержатся во всех фруктах, особенно в кислых. И они содержатся также вот в соках фруктов, свежевыжатые фруктовые соки. Почему мы говорим, что они очень полезны? Потому что в них много органических кислот. И благодаря этому, особенно вот лимонная кислота, сок лимона, содержит лимонную кислоту. Вот я перечислю вам кислоты некоторые из этих органических. Это лимонная кислота, яблочная кислота, щавелевая кислота, цисоконитовая, так называемая, янтарная кислота. Ну, яблочная, да, я сказала? Вот чем полезен яблочный уксус? Если он натуральный яблочный уксус, в нем много натуральной яблочной кислоты. Теперь, чем хороши кислоты? Вот тем и хороши, что они тоже имеют вот эти гидроксильные группы. Причем, чем больше этих групп гидроксильных в молекуле кислоты, тем она для нас полезнее. Вот почему мы говорим, что лимонный сок, лимоны, очень полезны. Потому что лимонная кислота содержит три вот такие вот группы, вот эти самые, которые нам нужны. Три гидроксильные группы. Они, правда, не подряд расположены, но я уже не усложняю вам картину из шести атомов углерода, из которых состоит лимонная кислота. А вот так. Ну, между ними есть другие. Вот здесь введем атомы углерода. И тут. Аж, аж, как везде, аж. Ну, и так далее. Значит, при диссоциации в нашем организме, в нашем организме, что имеет место? А все эти кислоты, войдя в нашу внутреннюю среду, они диссоцируют. Потому что водная среда. И мы получаем целых три вот эти гидроксильные группы. Здесь и здесь. Гидроксильные. А есть они, три гидроксильные группы, мы получили с каждой молекулой лимонной кислоты. А этих молекул очень много в соке лимона. И, значит, мы, имея вот столько этих свободных радикалов, вот этих, мы получаем три электрона. Вот это что такое? Это электрон. Вот этот знак минус, это есть электрон. Символ электрона, да? А электрон, это энергия, это сгусток энергии. Электрон, как известно, не имеет массы покоя, да? А у него спин вращения. То есть это чистая энергия. Сгусток энергии мы принимаем, получаем. И это огромное количество таких вот групп, огромное количество электронов. Мы воспринимаем с лимонным соком, соком апельсина, грейпфрута, соком яблочным. Ну, скажите, смородина, клюква. Почему они полезны? Потому что в них много электронов. А электроны – это заряд энергии. Это сгусток энергии, который нам дает энергию. Я вас уверяю, что если вы съедите один лимон, ну, вроде бы трудно, но представьте себе, это очень приятно. Если не можете только лимон поесть, съешьте его с медом. И вы будете сыты, совершенно будете сыты, представьте себе. Да, странно. А сытость от чего? Сытость вроде от того, что желудок полон пищи, да? Действительно, ощущение сытости есть. Но это ложное ощущение. А сытость есть, а сил не придает такая пища. Особенно, если она вареная. Она просто требует пищеварения, пищеварения. Зато она повышает настроение. Это точно, что у голодного человека настроение низкое бывает на весьма низком уровне. А поел, уже как-то взводился и все. Особенно, если поел мясо. Теперь вы посмотрите опасность вот этого обмана. Если мы едим вареную пищу, раз – обман. А если мы съели еще мясо, ну, вареное, естественно, то два обмана. Почему? Потому что и мясная пища, и любая вареная, но мясная в большей степени, она, представьте себе, какое коварство. Она вызывает в организме, в процессе пищеварения, выделение совсем ненужных нам в это время продуктов. Выделение внутренних допингов, эндорфинов так называемых. Эндорфины – это естественная, ну, часть, это естественный элемент, звено обмена веществ. Но железы, которые выделяют эндорфины, находятся в головном мозгу. И там они должны быть, там они есть, и там они работают по определенное время суток. По ритму суточному. Одни эндорфины выделяются, когда темнеет, и это будут гормоны сна, так называемые. А это просто как наркотики легкие, человек засыпает. Другие вырабатываются утром, когда нужно проснуться, когда бодрость и прочее, и прочее нужны. Вот почему мы просыпаемся? Уже выспались, уже кончился период действия одних эндорфинов и допинги. Теперь начинают воздляться допинги. Но все это делается в головном мозгу. А если мы едим, особенно мясо, то оказывается, подобные же железы у нас есть и в тонком кишечнике. Вот дело в том, что в организме все так устроено, понимаете, в организме очень много запчастей, так называемых. Очень много. И откуда ни возьмись вот эти же железы, которые способны выделить эндорфины в кишечнике. Ведь часто вы замечали, что после сытной еды клонят ко сну. Вот эти и выделились нам ненужные сейчас гормоны сна. А когда наоборот бодрость, тоже же бывает. И после мясной, и после такой вот вкусной, хорошей, такая бодрость. Тоже выделились допинги из кишечника. А зачем они нам? Они нам не нужны. Вот и все это совершенно обман получается. И у нас бодрость не тогда, когда нужно. И вот эта сонливость тоже, когда не нужно. А все это за счет чего? За счет чего выделяются гормоны тогда, когда не нужно, и там, где не нужно. Это все за счет нашей внутренней энергии. Вы понимаете? Мы свою энергию тратим на переваривание вот этой измененной структуры пищи, которая обработана высокой температурой и так далее. Там сушка или жарка и так далее. Поэтому мы тратим энергию, чтобы эту мертвую пищу сделать живой. Ну вот поймите нелепость этой ситуации. Но она поскольку повсеместна, то она считается нормой. И тем более это вкусно. А то, что вкусно возбуждает вкусовые рецепторы, является своего рода наркотиком. Хочется получить опять эти приятные ощущения, да? И вот так мы и живем. И свою жизнь тратим на пищеварение. И потому сокращаем сроки нашей жизни и стареем прежневременно. Вместо того, чтобы жить несколько сот лет, это еще опять же не полный срок. Полный срок это тысяча лет. Ну даже может и больше. Мы живем, вам известно сколько, да еще и болеем. Да ладно, хоть бы жить 80-90 лет, но не болея. Ну нет, мы конечно болеем, стареем и умираем. Все это потому, что мы едим денатурированную еду. Вот это, это истина. Понимаете, это реальность такова. Вот я прошу вас эту реальность усвоите, так сказать, учтите. Ну а потом приближайтесь к ней, как можете, насколько можете. Обычно привезутся к этой реальности. То есть отказаться от вареной пищи, есть только сырое. Удается с трудом и удается очень немногим. И заставляет это сделать болезнь. Но если кто уже понял, что ликвидировать болезнь можно только таким образом, то он категорически прекращает кушать вареное и кушает только сырое. Кто еще не понял, тот тянет, тянет и мучается и так далее, и пьет лекарства. В общем, разные тут степени есть страдания и мучения, которые в конце концов кончаются печально очень. Ну вот, а почему все это? Потому что мы не знаем. Вот потому я и читаю лекции, чтобы вы все это знали. Еще много-много чего могу сказать. А хочу я сказать вам опять же о расслуживших заблуждениях, которые медицина так усиленно внедряет в наши умы. Для того, чтобы мы побольше пили лекарств. Но столько есть, понимаете, абсурдных, нелепых заявлений, что дальше некуда. И все-таки это все надо хоть частично, хоть как-то, надо раскрыть истину. И вам сказать, что к чему. Вот, например, раз уж мы говорили о мясе, о белке и прочее, да? Я говорю, мы составим из белка. То есть это истина. Следовательно, нам же нужен белок. Вот логично получается. Мы составим из белка. А как мы, лишившись белка в пище, как мы будем восстанавливать свои ткани? Невозможно. Знаешь, невозможно жить без мяса. Невозможно, чтобы ребенок вырос без мяса. Невозможно иметь детей, если вы мясо не едите. Невозможно заниматься умственным трудом, физическим тем более. Вообще, ты не человек, если ты мясо не ешь. Так это или не так? Это, конечно, не так. Примеры там множество и исторических, и всяких-всяких примеров. Но вегетарианство вещь известная, уже несколько сот лет. И так далее. И, ну как же, люди вон, и бабушки, дедушки все-все ели мясо и не болели. Конечно, болели. Но не так. А почему они болели не так? Потому что среда была почище. Ясно. Иммунная система была покрепче. Сейчас похуже стало. Но все-таки, давайте я вам докажу, что мы без мяса можем жить. И что в древнейшие времена, в древнейшей Руси, вот у нас есть знаток, есть несколько знатоков, древнейшей истории России. Это древнейшая Русь. Назвать, наверное, многие из вас знакомы с этой историей. И вы знаете, наверное, что тогда люди жили намного дольше. И они были намного и сильнее, и выше, и, в общем, превосходили нас по всем параметрам, умственным, физическим, и возможностям своим, духовным. Намного были лучше, и выше, и больше нас. Но они мясо не ели. Тогда вообще не ели мясо. Тогда было большое разнообразие фруктов, овощей, трав, злаков. Ну, 108. Всего было по 108. Так, Галина Борисовна? Я не ошибаюсь. Подтвердите. Да. Потому что было 108 богов в русском пантеоне и так далее. В общем, люди умели взаимодействовать с духовным миром. И довольно много, вы понимаете, жизнь проходила в благолепии, в благодати божественной. Но это утеряно сейчас. И мало того утеряно. Это еще и считается, что такого не было, что это фантастика. А если и было такое, то все это вредно. И все это надо забыть и уничтожить. Вот это и неправильно, конечно. Нельзя убивать древнюю культуру, что мы и делаем с успехом. Древнейшую культуру. А древние, выдаем заисканное, что вот так вот было. Вот так, с ледникового периода люди ели мясо, значит, должно есть мясо. Нет. До ледникового периода, это было, конечно, не только в Руси. До ледникового периода был всюду. И всюду люди мясо не ели. И была очень высокая цивилизация. Так. И возможностей людей были больше. А потом? А потом вот наступили эти катаклизмы, природные эти экологические катастрофы и бедствия. Наверное, много зла наделали люди. И пошли и потопы, и оледенения, и ясно, что уничтожен и огромная часть растительного покрова планеты. И людям стало кушать нечего. Да и людей осталось маловато. И кушать им стало нечего. И даже одеться не во что. И одичание пошло. И пошли все эти истории с пещерами и прочими. И мясо, и охота, и кушаем жареное мясо, и больше кушать нечего, и так далее, и так далее. И действительно люди одичали. И получилось, что человек произошел от дикарей каких-то, получеловеков, от педекантов и прочих-прочих обезьян. Но это было отнюдь не так, а просто высокоорганизованные люди спустились до этого уровня. Ну а потом? А потом все-таки развитие пошло. Все-таки человек свою сущность сохранил человеческую. Пошло развитие культуры, цивилизация, так, так, так. Теперь уже наша цивилизация стала технической. Мало того она стала технической, она стала технократической. То есть техника сейчас владеет людьми. Технократия. Ну это, конечно, очень плачевно. И результаты тоже налицо. То есть человек, ну очень страдает здоровье человека, и его духовный мир страдает, наверное, еще больше. Ладно, как со всем этим бороться? Ну как? Изменить среду мы пока не в силах. Но кто может, тот способен и так далее, умеет, тот из города уезжает. Уезжают в сельскую местность, так далее, так далее. Это хорошо. Ну а кто не может, все-таки в городах живет огромное количество людей. И они все жертвы вот этой следы нашей окружающей, загрязненной ужасно. Что делать? Ведь мы сами часть природы. Мы звено экологической системы природы. Значит, если снаружи мы получаем огромную интоксикацию, то хотя бы снутри ее не получать. Так получается, что мы властны только над тем, что мы едим. А остальное, вода, воздух, все нам дается, какое дается. Только остается солнечный свет, который пока не загрязнен. Ну ладно. Теперь мы властны над тем, что мы едим. Да, теперь потому научимся, что нужно кушать, чтобы у нас не было этих страшных заболеваний, ни рака, ни всех остальных, и чтобы дети наши не болели. Чтобы они рождались, ну, по возможности, здоровыми. Чтобы их иммунная система не была такая, как сейчас. Она сейчас, это просто решето. Вот болеют дети очень часто диатезами. Сейчас чаще, чем раньше, но болели они и раньше. Вот я начала свою работу, не работу врача, а именно врача натуропата, 30 лет назад. 30 лет я занимаюсь вот этой естественной медициной и лечу людей только естественными методами, то есть без лекарств, только силами природы. А природа это что такое? Это солнечный свет, это воздух, это вода и это пища. Так вот, 30, 25 и 20, и даже 15 лет назад дети вылечивались намного быстрее, чем сейчас. Сейчас они лечатся с большим трудом. Труднее, чем взрослые люди. А ведь на самом деле наоборот. Было не так. Дети вылечивались быстрее. Это естественно. Потому что они маленькие. Их масса небольшая. Значит, если мало, небольшая масса, там и мало загрязнений. И, конечно, эти загрязнения удались легче, чем 70-100 и больше килограммов. Так. Ну вот мы удаляем быстренько. И все. Очистили организм. Иммунная система быстро восстанавливается. У детей она сильная. Она сильнее, чем у взрослых. Ведь все, оно новое еще. Не изношенное. И дети здоровы. Ну, самые тяжелые диатезы, которые не лечились несколько лет, в течение трех-четырех месяцев излечивались. Сейчас надо и год, и полтора возиться с этим ребенком. И неизвестно еще, будет успех или нет. Потому что очень упорная вещь сейчас стали детские диатезы. И очень неприятная, конечно. Ну, получается, конечно, как-то стабилизовать, как-то улучшить состояние. Но очень с трудом это бывает. Но сейчас по телефону, вы представьте, вы понимаете, мне так обидно и больно, что во всем мире фактически так получается. Некому помочь людям. Потому что лекарственная медицина настолько стала всевластной и могущественной, что врачи не лечат без лекарств. Они не имеют права. Вы понимаете, многие, может быть, и хотели бы, и знают все, что я знаю. Но если они работают в государственной системе медицины в любой стране, вы не думаете, у нас еще легче, чем за рубежом, то они не имеют права лечить без лекарств. Они просто выйдут из риска, выгонят, и все. Ну, вот, делайте, что хотите. Вот так. А я уже не знаю, каким чудом мне удается вот это все делать. Но, конечно, только после того, как я перестала работать. Тогда я работала, ну, и сначала я совесть свою не испачкала, так сказать. Я лекарствами никогда не лечила никого. Потому что, когда я окончила медицинский институт, я поняла гибельность этого дела, то я просто стала заниматься наукой. Я же не знала еще, как лечить иначе. Стала заниматься наукой, ну, и занялась именно биохимией. А биохимия, это, можете понять, это основа, ну, это наш обмен. А если не знать обмен веществ, как можно лечить? Ведь лекарная болезнь – это нарушение обмена веществ. Значит, надо знать, какой он на самом деле, и какой он бывает, когда нарушается. Когда он нарушается. А какой он бывает при нарушении, такая болезнь бывает. Так вот, после того, как я этим делом занималась 15 лет в институте биохимии и изучила достаточно все это дело, я уже стала заниматься лечебной работой. И именно тогда я сумела прочитать вот всю эту литературу. Это так как-то получилось. И вся литература, которая была тогда в сырокопиях, и так же просто, ну, запрещенная, можно сказать. Вот Шелтон, Уокер, все, что сейчас издается, к счастью уже, того невозможно было достать. Но как-то ко мне доставалось, приходило. И я когда прочитала Шелтона, Уокера, ну и Поля Брега, известные вам все авторы, да? Я совершенно была потрясена. Потом еще пошли через них и другие авторы. Берхер Беннер и Александр Хейг, уже мало кому известный английский, еще в 18 веке английский врач и биохимик, который написал книгу «Болезни мочевой кислоты». Эта книга очень мало кому известна. Она вообще-то не издается у нас ничего. Я ее переводила с разных языков и так далее. Так вот, там четко говорит этот человек в 18 веке, он говорит, что мигрень – это от того, что мозговые оболочки загрязняются кристаллами мочевой кислоты. Ведь болят мозговые оболочки. Именно вот эта арахноидея, паутильная оболочка. Арахноидид. Слыхали такое? Наверное, слыхали. После грепа арахноидид и так далее. Вот там болевые рецепторы. И они болят. И мигрень – страшное дело. Сумно сводит людей буквально. Ну, бывает не мигрень, но во всяком случае головная боль знакома каждому. Так отчего это? Вот загрязнение присталлами мочевой кислоты. Четко так это расписано, так это прослежено. Когда мочевая кислота в крови, когда она в тканях, когда она попадает в головной мозг, все это. Господи, да что такое? А почему мы пьем лекарства? Почему аспирин и прочее, прочее, все аналгин, обезболивающие? Что это такое? Почему? Когда, вот, простая ясная причина. И так далее. А чего радикулиты? Тоже накопление мочевой кислоты. Вообще все нервные боли. Тригиминиты, воспаление треничного нерва. Все это накопление мочевой кислоты в нервных оболочках или в нервных стволах. А вы понимаете, что это очень болезненно, когда нервный ствол поминутно травмируется вот этими острейшими гранями кристаллов мочевой кислоты. Ну, ясные боли будут ужасные. Так надо их удалить из организма. А как удалить? А как удалить? Вот об этом и написали. И Шелтон, и Польбрег, и Урок, Клокер, и еще много других авторов. Вот написали, чтобы удалить, нужно голодать. Другого пути нету. Не выскребешь, понимаешь, скальпелем из каждой клеточки всю эту грязь. Но это мочевая кислота, я сказала. А кроме нее сколько еще всякой грязи? Кроме нее у нас накопляется гной. Вот этот самый гной, он почему накопляется? Потому что откуда гной? Гной – это сгнивший белок. Так? Откуда? А мы сами составим из белка. Если мы составим из белка, значит, этот белок, он видоизменяется у нас. А как видо? А вот так. Он, значит, просто клетки погибают. Какие клетки? Да все клетки. Но где-то они погибают особенно много, особенно так интенсивно, и в большом количестве. И тогда любая погибшая клетка – это маленький погибший трупик. А если их много, и они все в одном месте, то это будет гной. Вот и просто его происхождение. Но почему они должны погибать? Почему? Почему в бронхах у нас образуется гной? И если он выкашливается, это очень хорошо. А если он не выкашливается? Ну, просто человек не кашляет. Или он кашляет, но неэффективно, так сказать. Выделения нет. Вот сухой кашель, и все мучает его. Значит, гной остается. Особенно дети. Дети же не умеют выкашливать, если они маленькие. Вот гной. А болеть – болеют. Болеют, и температура бывает, и все бывает. И что мы делаем? Конечно, лекарства. Жаропонижающие, антибиотики и прочее, прочее. Все это убивает клетки иммунной системы в том числе. И снизили температуру. Снизили. Ребенок вроде бы здоров, пошел в детский сад или в школу. А гной на самом деле остался. Он не вышел из дата. А где он остался? А в самых разных местах. Куда-то рассосался, всосался в другие клетки. А все-таки больше всего осталось в дыхательных пудях. Но поскольку он тяжелее жидкости так, а все тяжелое вниз садится, то он и осел в нижней части легких, в нижней трети легких, где уже капиллярные бронхи. Вот эти толстые трахеи, которые вначале у нас, она разветвляясь, доходят до капиллярных бронхи. Это бронхиовые так называемые, которые, каждая из которых ходит в одну легочную альвеолу. То есть несет туда воздух. Так их не все, конечно, но огромная часть их иногда начинает 20-30%. Потом с каждой новой болезнью, новым бронхитом, больше и больше, до 80% бронхиол могут быть забиты гноем. Это получается уже обструктивный бронхит. А если он длится годами, а он длится, если гной не очищен, а ребенка, кто с ним голодал, кто им занимался, кто ему промывал кишечник, никто. Но лекарство давали, и состояние усугублялось. И получается, вот это скопление, накопление и такое состояние, получается хронический абструктивный бронхит. И к чему он ведет? Он ведет к бронхиальной астме. Потому что яды, которые этот гной выделяет, а он, конечно, яды выделяет, все живое, оно движется куда-то. Так вот, эти яды попадают через бронхиальную стенку, например, тончайшая стенка. А там есть и хрящевые кольца, и есть мышечная прослойка. Мускулатура есть между ними. Так вот, склорета все проникает в лимфу, проникает в кровь, и попадает потом выше-выше на слизистую бронхов, более крупных. И раздражает эту слизистую. И ребенок начинает кашлять. Но выкашлять он не может. А раздражение слизисты идет. И происходит спазм. Вот это ненормальная реакция бронхиальной веточки, бронхиальной трубки. Она спазмируется. Выкашлять невозможно. То есть выдохнуть невозможно. Вдох есть, выдоха нет. У нас выдох и спазм. Но это угрожающее состояние. Это уже астматический приступ и так далее. И нужно с ним бороться. Нужно, конечно, чтобы ребенок или взрослый не задохнулся. А как бороться? А есть лекарства. Бронхолитики, которые расширяют вот эту трубочку. А как? Они распазм. Что дают спазм? Спазм дает мышца. Мышца способна сокращаться. Да? Вот она сократилась. Спазмировалась. Вот так. А мы даем бронхолитике. Расслабляется спазм. Все. Мышца распылась. И воздух вышел. И дыхание восстановилось. Но дышать же не раз дышим. Надо дышать. И дышать минут пять. Или меньше, больше. В общем, зависит от состания. Ладно. А потом снова наступает спазм. А яды-то идут. И снова. Значит, мы дышим ингалятором. Гормональным или негормональным. Все равно. Бронхолитик расширяющий. И это изо дня в день. А еще говорят врачи, что нужно дышать не только в приступе, но в межприступный период. Постоянно. Подлез, чтобы приступ не наступил. Вроде очень гуманно. Да? Скажите. Дышите, чтобы у вас не было приступа. Хорошо. Так. Ребенка заставляем дышать. Взрослый дышит. А в результат? А результат, вы посмотрите. Постоянно расслабляются. Постоянно. Держим мы в расслабленном состоянии эти мышцы гладкие. Между хрящами. А если они постоянно годами расслаблены, лишены своего тонуса, то они и парализуются. И получается паралич этих мышц бронхиальных. В результате бронхиальная трубка превращается в мешок. Выкошлят невозможно совершенно мокроту. Она же накопляется. Она накопляется и накопляется. Сейчас скажу почему. Почему клетки усиленно погибают. Это я вам объясню сейчас. Но они погибают. И вы понимаете, что за трагедия? То, что было только в нижней трети легких, оно наполняется выше, выше, выше и доходит аж досюда. И человек задыхается собственной мокротой и погибает. И если дети заболели в 3-4 года, то они живут до 25-30 лет, эти взрослые люди. И неожиданно, смерть наступает совершенно неожиданно, внезапно. Вы понимаете, как это опасно, вот так лечить паралхиальную астму. Значит, надо ее лечить иначе. А лучше ее не допустить. Вот не допускайте болезней, ни тяжелых, ни легких, никаких болезней не допускайте. И, в общем, в том же духе у нас наступают другие болезни. Только механизм немножко иной. А причина та же самая. Но для того, чтобы долго не распространяться на эту тему, я вам скажу все-таки, как этих в состоянии избежать, или если они наступили, как их излечить. Труднее, конечно, когда уже наступили. Но обычно никто не лечится, когда он еще здоров, так сказать. Ну, конечно, пить лекарства зачем здоровому человеку, не надо. Но это понятие, что надо очищаться, пока ты не болен, этого понятия у людей нет. Вот я хочу, чтобы оно у вас было, у всех. И у тех, кто здоров и чувствует себя очень хорошо. Ладно. Кстати, здесь есть, ну, насколько я знаю, вот у нас молодой человек, Павел, который вот так вылечил у себя паралхиальную астму. Да? Было такое дело в молодости. Было такое дело, он сам голодал, читал Брега, голодал и прочее, и добился этого. Ну, был молод, и достаточно молод был, да? И организм сильный, он, в общем, победил эту болезнь, хотя не очень грамотно все делал, но делал. На самом случае, книгу прочитал, человек сделал. Так что это реально вполне. Значит, как же очищаться? И что такое очищение, и почему оно нужно? Значит, чистить надо там, где грязно. Почему у нас загрязняется внутренняя среда, ткани наши? Потому что, вот, картина толстого кишечника. Вот картина очень неприятная, так сказать, нелицеприятная, что называется. Но надо это всем видеть, обязательно, и всем это знать. Ну, нарисовала эту картину, безусловно, не я, а Норман Уокер. Книга его вам знакома? Сырые овощные соки. Да? Вот, это человек, который прожил 119 лет. А в 40 лет он болел циррозом печени. И, ну, врачи там ему сказали не больше 3-4 месяцев жить, но умирать он не захотел и стал пить соки. Он вообще-то был врач по профессии и биохимик, по всей видимости. В общем, он стал пить морковный сок, пил его довольно долго, но циррозом вылечил, несколько месяцев. Но циррозом вылечил. А потом стал, конечно, и другие соки пить, и стал изучать свойства этих соков, и выяснил, что они очень целебны. Соки растений, сырые овощные соки. Но в чем причина, почему они целебны? Вот, во-первых, благодаря этим органическим кислотам. Ну, во-первых, во-вторых, не знаю, там факторов очень много. И потом еще, у них есть, ну, то есть они есть во всякой живой ткани, вот об этом вам тоже надо рассказать. Вы должны просто знать, что такое ферменты протеазы. Дело в том, что, ну, наверное, вам всем понятно, почему голодаем мы, да? Ну, знаете о методе лечения голодания. Знаете, не знаете? Практически все знают. А почему нужно голодать, когда болеешь? Ну, вроде бы, наоборот, надо усиленно питаться. Спросите врача, они вам скажут, надо питаться, когда вы болеете, надо побороть болезнь и так далее. В общем, ерунды очень много. А, кажется, надо голодать. Почему? Потому что, когда вы избавляетесь от пищи, когда вы лишаетесь пищеварения, то, естественно, не работают органы пищеварения. Там покой. Не выделяются ферменты в составе желудочного сока, панкреатического сока, печени и так далее, так далее. Сока печени и так далее. И кишечный сок, в общем, нет. Они все не выделяются, ферменты не выделяются. А выработка ферментов требует очень много энергии наших тканей. Вот это запомните. Вот той самой энергии, которую мы получаем из этих органических кислот, то есть этих электронов. Фермент вырос, синтезировать, создать фермент очень трудно. Но организм как-то быстренько справляется с этим. Вот мы съели полкило мяса, ничего, бифштейк, шашлык и прочее, ничего, переварили, все хорошо. А кто ответственен за пищеварение этого куска мяса? Подживудочная железа. И вот она выделяет трепсин и выделяет вот этот трепсин для расщепления белка. И в конце концов истощается, и в конце концов мы заболеваем панкреатит, диабет, да все, что угодно. Ну, панкреатит хронический, это практически у всех. Почему практически? У всех хронический панкреатит. А потому что подневольная подживудочная железа, мы ее эксплуатируем безбожно. Мы ее заставляем работать фактически 24 часа в сутки. Потому что мы и на ночь наедаемся, но пусть не на ночь, но в всяком случае после 6 едим. А на самом деле нельзя есть даже не только после 6, нельзя есть после 2 часов дня на самом деле. Потому что между последним приемом пищи и часом вашего сна должно пройти 8 часов. За 8 часов вот эта пища, которая в пищеваренной трубке, она переваривается полностью, и уже остатки уходят в толстый кишечник. Так вот 8 часов хотя бы с 2 до 10, чтобы вы не ели, и подживудочная железа будет работать, она должна переварить пищу, которую вы в 2 часа съели. И она сразу сделает за эти 8 часов, и дайте ей отдых. Вы ложитесь спать 10 часов, так пусть и подживудочная железа, и печень, и желудок, и кишечник, пусть все отдыхает. А то мы ложимся спать, поели так вкусно и приятно, и легли спать. А органы пищеварения отработают вовсю. Вы поймите, что сон будет неполноценный абсолютно, и бессонница, и все что угодно здесь. И сны кошмарные, и так далее. И истощение желез внутренних секреций всех этих пищеварительных желез. Пока что. Я ошиблась, вроде сказал, желез внутренних секреций, но на самом деле так и есть. Потому что пищеварительные железы не станут работать, если не будет работать эндокринная система. Если железы внутренней системы, секретурной системы эндокринной, если эти железы не будут выделять вот эти секреты, так называемые, то есть гормоны. Это иначе гормоны. Гормоны, которые управляют всеми жизненными процессами, и сном, и пищеварением, и нашей работой, бордствованием, умственной работой, всем управляют гормоны. Так, если есть пищеварение, то обязана работать и система внутренней секреции железы. Ну, все, все работает. Мы спим, то есть это не сон, вы сами понимаете. Сон должен быть такой, покой для всего организма. А что, если мы нарушаем время сна? Тоже ж очень-очень плохо. Вы понимаете, получается, вроде я так бессистемно говорю, но вы-то связь схватываете, и, по-моему, у вас укладывается, так сказать, некая система знаний, да или нет? Укладывается. Укладывается. Ну, значит, будем продолжать. Так вот, что такое происходит? Потому что я заговорила о работе внутренней секреции, а внутренняя секреция работает по ритму. Вы понимаете? И вот сейчас надо о ритмах поговорить хоть чуть-чуть. Так вот, ритм организму задает вот эта вся система. Железь внутренней секреции, эндокринная система. А ритм эндокринной системы что задает? Задает природа. Так ведь? Мы все дети природы. Значит, а что именно? Космические ритмы. Космические ритмы, они руководят земными ритмами. Ну, доказывать надо? Не надо. Значит, первое место среди них занимает солнечный ритм. Вот солнечный ритм, и мы напрямую связаны с Солнцем. Это тоже ясно. Так вот, надо жить по солнечному ритму. То есть, мы настроены на него. Если мы эту настройку нарушаем, то у нас нарушается ход жизненных процессов. И на самом деле, надо ложиться спать с наступлением темноты. И это так потому, что... Вот что такое вот эта вся цепь железной внутренней секреции? Это щитовидная железа, и ниже там идет пилочковая железа, надпочечники, инсулярный аппарат поджелудочной железы и половые железы. Так? Ну, а выше, начинается там со щитовидной, там в головном мозгу это гипофиз, выше гипоталанус, а еще выше эпифиз. Вот есть гипофиз ниже, и эпифиз расположены выше. Вот на самом деле, руководит всей эндокринной системой вот этот самый эпифиз, шишковидная железа. О ней меньше всего известно вообще ученому миру. Она плохо изучена и так далее. А на самом деле, вот опять придется нам вернуться назад, вот эту длиннейшую нашу историю, потому что люди тогда были другие. У них и структура организма, строение было другое. Я сказала, намного более высокоорганизованнее были, чем сейчас мы. И этот самый эпифиз у них был не сгорошенную, сморщенную, как у нас у всех сейчас, а он был величиной стеннисный шарик. Вот скажете, что это фантазия, это не фантазия, хотя это в медицинской литературе не написано. Она написана именно в какой-то из книг исторических вот этих. Не знаю, вы их встречали или нет, такое. Но я не помню сейчас автора, и это так, знаете, интересно, и стало для меня вполне реальностью. Потому что я-то знаю всю эту, в общем, картину. Так вот, он был величиной стеннисный шарик, и там внутри переливался вот такой гель. И эпифиз тогда был, как он называется еще? Это же третий глаз, да? Вот. У нас тут третий глаз, это же всем известно. Да. Это чакра, и вот-вот открывается весь мир. Ладно. А третий глаз, а все эти чакры, они имеют свои соответствующие железы. Да, мы знаем. Вот тут щитовидная железа, горловая чакра и так далее. А соответствующий орган третьего глаза это и был. Этот натуральный третий глаз. Это был глаз. Вот такой величины, как глаз приблизительно, и такая жидкость внутри. И он позволял нас видеть невидимое физическим глазом. И, в общем, будущее, прошлое и так далее, и так далее. Кстати, если вы вспомните сказки наши, то в сказках есть нечто подобное этому. А подобное это перстень, если помните. Когда посмотришь в него, то увидишь весь мир, увидишь прошлое, будущее и так далее. Вот это и есть, это вот отражение этого понятия. О нашем прошлом строении нашего тела. Так вот, хоть он сейчас атрофировался значительно, но все-таки функции свои кое-какие сохранил. Пусть мы сейчас ослепли на этот третий глаз. Он нет у него, и все. И кто видит, это еще вопрос, что он видит. Но физиологические функции какие-то сохранены. И вот эпифиз выделяет гормон мелатонин. Это очень важный гормон. И фактически вот этот ритм, который задает эпифиз, он и работает в нашем организме. Мелатонин – это гормон сна. И в то же время гормон молодости называется. И противораковый гормон. Он очень сильный антиоксидант. Так вот, он вырабатывается, когда темнеет. Начинается выработка гормона. Почему? Значит, солнце задает ритм работе эпифиза. И прекращается его выделение в 3 часа утра. Потому мы говорим в 3 часа утра. Так говорим или не так? Да? Мы же говорим в 3 часа ночи. А это откуда язык пошел? Язык пошел тех, с древнейших времен тех. Тогда люди знали, что в 3 часа – это утро. Все уже люди просыпались. Прекращается выработка мелатонина. Ну так вот, если мы это нарушаем, а мы это нарушаем всегда и постоянно. Вот с изобретением электричества, то вообще, конечно, сильно пострадало здоровье людей. Ну и получается, что сбивается ритм работы всего организма. И пищеварительной системой, и дальше всех остальных. Значит, выделительной, мочевыделительной, вот этих почек и так далее. А сердце, ясно, и ритм сердца нарушается. Нарушается ритм работы нервной системы. Вот откуда идут нервные болезни, психические болезни, да? И мало ли чего. Вот это вы хоть усвоили, да? Это вот то, что мы можем делать. Вы понимаете, мы властны над древним своего сна, над едой, которую едим. И хотя бы это соблюдать, и то, и то значительно выигрывает наше здоровье. Ну а если мы уже заболели, то нужно уже все делать очень строго, очень четко. И нужно, чтобы наша еда соответствовала, уже тут совершенно четко, она должна соответствовать с нашим потребностям обмена веществ. Так вот, зачем, если заболели, вообще нельзя кушать? Поначалу первые. Или семь дней, или десять, или даже две недели. А может даже три недели. Есть нельзя. Потому что, мы что сказали? В покое пищеварительной системы. Но, когда не выделяются пищеварительные ферменты, потому что нечего переварить, выделяются другие ферменты, протеолитические или протеазы. А протеазы есть в каждой живой клетке, и растительной, и животной. Вот эти протеазы, для чего они? Они для того, чтобы удалять грязь нашу. Опять, из каждой клетки. Представляете, какая ювелирная работа. Хирург что делает? Хирург вырезал кройный очаг. Хорошо. Миндальные, если они гнойные, надо удалить. Если раковая опухоль, ее надо удалить. Если где-то киста гнойная, надо удалить. Ну и все, удалили. А дальше что? А гной в других местах остался. И так далее, и так далее. Так вот, протеазы то и делают, что с ювелирной точностью удаляют гной. Из каждой клетки, из каждого межклеточного пространства. И так далее, и так далее. И в конце концов, они удаляют гной отовсюду. Из суставов, которые болят. Из головных оболочек. Вот пространство между головными оболочками. Представляете, что там может накопиться гной. Конечно, бывают страшные головные боли. А если гной накопляется в мозгу, то что мы имеем? Мы имеем абсцесс мозга. А если гной не накопляется в мозгу, а идут постоянно гнойные токсины из вот этих пазух. Лобных пазух. Фронтит так называемый. Из фронтальных пазух. Вот тогда у нас получается картина совсем страшная. Вот эти яды, яды, которые выделяет гной. Они имеют свои названия. Я вам сейчас их напишу. Опять же, вечно давайте черным напишем. Это нелицеприятные, так сказать, очень названия. Называется... Один из этих ядов, который выделяет гной и который выделяет труп. Называется кадаверин. Другой называется, тоже неплохо, путрисцин. Я, правда, это все вот так пишу и вам расписываю, для того, чтобы вы запомнили и чтобы вы боялись вот этих продуктов. Которые выделяются в нас же. И нас же травят. Так вот. Гадавер по-латыни значит труп. А пус по-латыни значит гной. Вот пус, путрисцин. Гиппократ писал. Оби пус и би эвакуа. Где гной, там очищай. Ну вот и очищайте. Но не только скальпелем. А вот очищайте голоданием. Так вот. Ну и еще там масса чего-то. Маины, индол, скотол. И разнообразные газы гниения. Типа сероводород, аммиак, метан. Ну, достаточно, по-моему, да? Для того, чтобы отравиться так хорошо. А мы отравляемся. И наши дети отравляются. Так это, я сказала, еще гной из слизистой бронхов. А вот этот страшный гной, который я вам показала в кишечнике. Вот понимаете, что здесь творится? Это же тоже все выделяет, эти трупные яды. Как? Понятно. Теперь, вот, пожалуйста, человек говорит, от этого болеют женщины разными женскими болезнями. И он совершенно прав. И сальпингиты, олфуриты, то есть кисты яичников. Все миомы, матки, все эндометиты, эндометриозы. Вот. А если женщина вот с таким содержимым кишечника забеременела? Представляете? Плод получает все это отсюда, получает с кровью. Вы поймите, что это творится. Ведь плацента, да, плацентальный иммунный барьер существует. И он был всегда, и был довольно сильный. Он один из самых сильных барьеров. Плацентальный и гематоэнцефалический. То есть тот, который защищает наш мозг. Мозг и спинной, головной мозг. Гематоэнцефалический барьер. Гематокровь и энцефалон – это мозг. Так вот, иммунный барьер между кровью и мозгом. Это хорошие, сильные барьеры. И еще барьеры очень сильные костного мозга. Потому что костный мозг должен быть чистым, сильным. Тогда же головной мозг. Иначе, иначе наступает вот это страшное заболевание лейкоз. Так вот, сейчас все эти барьеры буквально превратились в решето. Вот то самое, что я вам говорила в начале. Да, антибиотики, прочие цитостатики, они барьеры просто губят иммунные. И уже плацентарный барьер очень слабый. И потому ребенок все эти яды получая, рождается уже нездоровым. И сколько сейчас 95% детей, вы представляете, страшная цифра, рождаются больными, ослабленными и прочими, прочими. Представляете, как важно чиститься беременной женщине? Конечно, лучше это сделать до беременности. Но если не сделано, хотя бы во время беременности. Вообще лекции мои должны были называться, а не так и на материнство и детство. И, в общем, как питаться во время беременности. Ради этого буквально я приехала сюда, чтобы родителям рассказать о том, как они должны во время беременности питаться, чтобы рождались здоровые дети. И нельзя, без этого сейчас жить нельзя просто. Кушать так, как ели женщины всегда при беременности, как ели люди, как все едят, и они так же едят. Да еще плюс к этому что сейчас добавилось? Сигареты, пиво и все остальное. Это недопустимо, никак недопустимо. Вот потому и дети рождаются больные. Вот потому эти диатезы не лечатся. Потому они очень страдают, наши дети, очень и очень. Так вот, все это отсюда еще в большем количестве, конечно. Из легких, из толстого кишечника все это идет в нашей ткани, все настраивает и и и. И все болезни отсюда и возникают. Короче, нужно очищаться. Нужны вот эти курсы голодания обязательно. Когда заболели, это уже, ну, иначе невозможно. Но лучше пока еще не заболели. Так вот, когда мы не едим, выделяются протеазы, которые вот все это очищают. Все эти яды, все эти включения в клетки. А они же, ну, вышли, и если они будут травить нас в крови, увеличится их концентрация, то мы, безусловно, погибнем. И потому вот получилось, это в крови вышло оттуда, да, из легких. Вышли эти яды, какая-то концентрация в крови, и сразу все это заталкивается, по углам, так сказать, забивается. То есть куда? В клетке, в нашей ткани. А в каждой клетке образуются такие куацерваты. То есть такие пузыречки в протоплазме образуются, которые и в себе, вот такие вот пузыречки, куацерваты называются, которые в себе вот эти яды и включают. Включают для того, чтобы они нас не травили. И вот таких их много. Но есть еще, к счастью, еще и лизосомы есть. Лизосомы тоже есть в каждой клетке. Вот эти лизосомы, это тоже такие кружочки включения в протоплазме. Но в лизосомах находятся вот эти протеазы, лизирующие ферменты. Потому и называются лизосомы. Лизирующие ферменты, то есть растворяющие. Вот мы поголодали. Достаточно полсуток уже проголодать. Начинается выделение лизосом. То есть не кушать ничего. Не кушать, но пить. А что пить, я скажу, чтобы эта жидкость была питательная. И чтобы вы одновременно без пищеварения питали ваши клетки. Так вот, пищеварительные ферменты не работают. Не забудьте, это первое условие. И эти лизосомы начинают разрываться. И оттуда выделяются вот эти вот литические ферменты. А иначе это протеолитические, то есть разрушающие белок. А иначе просто протеазы. И ясно, они вышли. И они начинают вот эти куацерваты разрушать. И вообще все разрушать. Камни, песок, мокроту. Вот эти вот наслоения на толстом кишечнике. Все это расщепляется, разрушается и выходит. Но для того, чтобы вышла, нужна вода. Нужна среда, которая это все смывает. Вот потому мы пьем большое количество жидкости. Не просто воды, а жидкости питательной еще. Раньше голодали на воде. Вот по Брегу читали вы многие и так далее. Голодали на чистой воде теселированной. Но сейчас люди этого не могут делать. Потому что у них весьма ослаблен организм. И тем более условия голодания абсолютно неподходящие. Это город, это работа, это загрязненный воздух. Это и поездки в метро, на транспорте. В общем, тут, конечно, невозможно, немыслимо на воде голодать. И приходится придумывать такие вот способы, которые вам позволят. И избавиться от пищеварения. И в то же время питать тканей. Ну вот, то есть питательные коктейли, которые я и создала. Вот это моя авторская методика. Что нужно принимать и так далее, я вам расскажу. Ну вот, этот механизм вам стал понятен. И вы теперь голодания не будете бояться, надеюсь. Не бойтесь совершенно. Потому что это единственный благотворный, жизнетворный, так сказать, процесс во время болезни. Иначе, если ребенка мы лечим лекарствами, мы его можем вылечить. И превратив в взрослого человека, мы ему обеспечим ряд болезней. Ну так, теперь, ну надо, наверное, сказать дальше, да, процесс какой имеет место. Ну вот мы голодаем. Со дня на день увеличивается концентрация вот этих литических ферментов, протеаз. И они все больше и больше разрушают все больше шваков и ненужных тканей. И выделяют их всюду. Но выделяют в первую очередь в лимфатическую систему. Лимфатическая система – это, так сказать, ну очищающая система, а грубо говоря, канализационная система организма. Если кровеносная система питает нас, да, как водопровод, чистой водой питает, скажем, все квартиры в огромном доме. А лимфатическая система выносит грязь из клеток, поскольку обмен веществ – это неизбежная вещь. Это, значит, доставка питательных продуктов в клетки, что делает кровь. Кровеносная система делает, ну, капилляры, которые подходят к каждой клетке, они проницаемы. Они имеют очень тоненькую стенку, они проницаемы. И сквозь них проходят продукты, питательные кислороды, питательные продукты проходят в клетку. А лимфатическая система тоже имеет капилляры, которые выносят отработанную жидкость из клеток, межклеточного пространства и так далее. Но эти капилляры потом объединяются в более крупные трубочки, а эти более крупные лимфатические сосуды тоже объединяются в один большой грудной лимфатический проток, который проходит через диафрагму, уже называется брюшной лимфатический проток. И начинает разбитляться этот лимфатический проток на уже тоненькие более веточки, веточки, веточки. И в конце концов опять капилляры лимфатические. А куда они деваются? Где они заканчиваются, эти капилляры? Вот заметьте, что кровеносная система замкнута, да? Она замкнута, и мы нигде не видим, чтобы кровь выходила в нормальном состоянии. А лимфатическая система не замкнута. Вот она имеет выходные капилляры. Так куда же они выходят? Не на кожу же выходят. А выходят они вот куда. Они выходят, оканчиваются на сосочках толстого кишечника. Ну вот теперь посмотрите. Если сюда выходят лимфатические капилляры на сосочках слизистой, выстилающей внутреннюю часть толстого кишечника, то значит этот путь выхода должен быть свободен. А он не свободен. Если слизистая покрыта вот таким вот слоем черным, гноя, слизи, грязи, каловых масс. А если такая ситуация, то значит то, что сюда пришло, то и пойдет обратно. Что имеет место на самом деле? Представляете? Ладно, человек здоровый, то есть скомпенсированный. А если он уже заболел, то срочно его надо избавлять от ядов. У него высокая температура. От чего? От ядов. Нужно избавлять его от них. А как? Ну невозможно без... Это делается лекарствами. То есть это делается преступным путем. Если вы тут не откроете дорогу, то оно и не выйдет. А если не выйдет, будет болезнь продолжаться. И приходится тут уже лекарство. Вот у ребенка высокая температура. Что делать? Что делать? Жаропонижающие, скорая и так далее. Не надо жаропонижающих ни в коем случае. Они очень вредны. Особенно панадо, который сейчас вот уже лет 15-20 существует. И является просто ядом печеночным. Ничего. Панадо суем и в сиропы, и в свечки. И рекламируем нагло по телевидению. И пусть давайте его детям приводим. Это никак не допустимо. Что делать? Промывать кишечник. Просто промойте ребенку кишечник. И не один раз, конечно. До тех пор, пока температура нормализуется. Но это не значит, что промыли и все. Нужно мне есть и нужно пить. Одна методика. На все случаи жизни. То есть просто очищение. Пить и пить. Пить для чего? Для того, чтобы ткани промывались. Лимфатическая система вынесет всю эту воду в кишечник. А кишечник чистим для того, чтобы выход был. И все. Очень просто все. Вы понимаете? Медицина на самом деле очень простая, ясная вещь. Только надо знать правду. Так вот. Мы голодаем. Протеокинетические ферменты работают. Яды выходят в лимфатическую систему. Лимфатическая система выносит кишечник. И мы обязательно промываем кишечник. Каждый день. Три раза подряд. То, что было промывание. А не просто очистительная клизма, которая удалит то, что в этом просвете находится. Это ерунда. Нужно вот отщепить. А если мы не поголодаем, только будем делать клизмы, то не отщепится же ничего. Нет уже протеаз. И это будет тут торчать. А мы будем мыть кишечник в холостую. Вот так и пользы нет. Понятно, да? Что эти два процесса должны быть сопряжены. Так. И это ясно. Ну, практически все. Вот этим и решается. Лечение любой болезни. Конечно, лучше лечить опять же. То есть эти сеансы очищения проводить до заболевания. Но если заболели, ну как болеет человек обычно острым заболеваем. Да? Ну вот грипп, сезон настал. И все остальное. Грипп, бронхиты, и так далее. Что такое грипп? Вот скажем, гриппа обычно страшная. Да, болезнь считается. И дает немало смертельных случаев. Ну, вирус, гриппа, токсичный. Да еще тут свиной грипп появился. Да еще какие там гриппы. Куриный и прочее. В общем, страшно и неизвестно, что делать. Лекарства не придумаешь. Вирус очень изменчивый. Вакцины тоже не придумаешь. Вирус изменчивый. И вакцина. Ну, в общем, понятно. Делать нечего. Так, давайте подумаем. Это плохо или хорошо, что вы заболели гриппом? Во-первых, если вы заболели гриппом, это значит, что вы загрязнены порядочно. Потому что если бы не было гноя, вирус бы вас не нашел, так сказать. Он бы летал кругом и поражал других людей, но в вас бы он не зашел. То есть он зашел бы, конечно. Мы дышим. Но он погибает, если ткани здоровые, если в клетках нет гноя, если нет гнойных скоплений. Но если гной-то есть всегда. Но если его мало хотя бы у нас, то здоровые клетки просто этот вирус уничтожат. И все. Потому что биополи каждой клетки, каждая клетка биополи имеет. Вы в этом не сомневаетесь, я думаю, да? Так вот, биополи каждой здоровой клетки человеческого организма, оно превосходит биополи вируса, любого микроба и прочее в 20 раз. Это факт. Установленный, ну, правда, не всеми учеными, но это один из фактов, которые скрываются. Так вот, хорошая иммунная система, здоровые клетки, они уничтожат любой микроб. Ну, а если этого не происходит, и все-таки вирус гриппа вас застал, и он вас, в общем-то, расстраивает и размножается очень серьезно на гноя, ясно? Так это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Потому что иначе вы бы не очистились. Вирус очень хорошо очищает. Вот то, что не сделал организм, делает вирус. Он хорошо-хорошо очищает, размножаясь, питаясь этим гноем, он его разжижает, и вот все вам подано, так сказать, все в готовом виде. Только удаляйте гной. Удаляйте, то есть не ешьте. Не ешьте и промывайте кишечник, и все. И это делайте день, два, три, пять, семь дней. Обязательно вы излечитесь, температура спустится, и, в общем, вы будете здоровы. И будете чувствовать себя после гриппа лучше, чем до гриппа, уверяю вас. Это я на себе проверила, ну, один раз практически, это получилось очень четко и ясно. Но до этого, как и все люди, я, конечно, болела гриппом, и, ну, как-то, как-то выходила из этого состояния. Я же не всегда знала то, что сейчас знаю. И в молодости, и потом, потом все это было. А потом, в последний раз я гриппом заболела, это было, ну, как я приехала сюда, ну, около 20 лет назад. Около 20 лет назад я еще работала там, в сельской больнице, в Тимашевском районе, ну, на Кубане я живу. Работала там, и была эпидемия гриппа ужасная. В декабре месяце, я помню, холодно было. Ну, и люди заболели, очень многие, в больнице болели, я ходила туда на обходы, все, и заболела. Так вот, я все это проделала. Ну, и прошло, ну, высокая была температура, давно уже не было. В общем, все это прошло за 5-6 дней. И после этого я чувствовала себя намного лучше и бодрее, хотя я не ела в это время. И даже меда не было. У меня, я помню, была только калина, а немножко был мед. Вот я пила воду горячую с калина, я там у хозяйки жила, и немножко было меда, и немножко мед добавляла. Ну, замечательно излечилась, просто вылечилась, и все. И намного лучше себя чувствовала, потому что вот так вирус очень здорово очищает нас. Так что постарайтесь все-таки его не захватить. Но если захватили, очищайтесь. Будет очень хорошо. И то же самое относится ко всем другим болезням, кроме хронических. Вот не доводите болезни острые, не превращайте их в хронические. Потому что их лечить очень долго, очень трудно, но все-таки возможно вылечить. Все-таки если вы достигли этого состояния печального, если у вас полиартрит, если у вас многолетние мигрени, или вегетососудистая дистония такая, название вообще ни о чем не говорит. Что значит вегетососудистая дистония? Почему она что? Это явление такое просто. У вас гипертония, а тем более бронхиты и астмы, ну и все остальное, а почки, вообще заболевание почки – это очень опасная вещь. Вы понимаете, а почки заболевают с самого детства, одновременно, как ребенок начинает кашлять, как он первый раз заболел ангиной, или ОСЛ, ОРВИ, ну, что бы ни было, у него обязательно почки подвергаются какому-то удару уже. А что это значит? Это просто гной просачивается в почке, просачивается, и также из толстого кишечника, безусловно. Ну, и разы-два, и почки становятся уже хронически больными, если не остро. У детей обычно бывают острые такие состояния, глумированный фрит. Это уже кровь в моче, то есть заболевают вот эти клубочки, сосудистые клубочки почек, капиллярные. Но это нехорошее состояние, лечат только лекарствами, но это делать нельзя, нужно лечить только так очищением. Ну, а если не глумированный фрит, то пиелонефрит – это уже у всех. Это воспаление лоханки и канальцилу аппарата. Это нехорошая вещь тоже. И такая вяло тянется, тянется и дает обострение, и дает гипертоническую болезнь, и ну, ну, чего еще дают. Ну, а в конце концов, а лет через 20-30 самое, больше почки отказывают. Наступает хроническая почечная недостаточность. Вот это самое ХПМ, которое требует уже диализа. А это дело нехорошее. Ну, то есть самостоятельного мощи спуска нету, почки не работают. И человек ходит каждые два дня, а то и через день, а иногда каждый день, это уже очень тяжело, ходит на этот самый диализ, кровь фильтруется через колонки адсорбентов и потом возвращается. Ну, это уже состояние такое, что лучше до него не дойти, потому что при диализе, вот ко мне обратился один, человек говорит, я на диализе. На диализе я тут совершенно бессильна, потому что тут надо есть мясо, тут и так же, как в приеме химиотерапии от раковых всех онкологий, нужно мясо есть обязательно, потому что химиотерапия, ну, напрочь убивает клетки, и надо уже, организм не успевает сам синтезировать. И нужно обязательно есть, и есть чужеродный белок, который усугубляет состояние почечного больного. Понимаете, что за абсурд получается? Вот потому начинайте именно правильно все это делать, обмен веществ начинаете правильно, потому что исходный продукт обмена веществ, исходный, это наша пища. Потом она подвергается превращением, превращением входит в ткани, и выбрасываются отходы обмена, да? Так вот, отходы обмена, это не то, что выходит из толстого кишечника, а отходы обмена, они выделяются почками. Это все через кровь, через лимфатическую систему, через кровь, и дальше через почки, через мочу выделяются. Вот это и очень опасно. И когда уже почки не выделяют азотистые продукты, я сейчас еще про это скажу, они накопляются, остаточные продукты белкового обмена накопляются в крови, повышается креатинин, нам, наверное, знакомо это слово и вообще это явление. Когда повышается остаточный азот крови, то есть креатинин, вот не органический азот крови, он должен быть выброшен с мочой. Мочевина, креатин, креатинин и ряд других еще в соединении азота. Если почка не в состоянии выделить их, а это делают канальцы почечные, то это уже страшно. Это начинается самоотравление азотом и гибель. Когда не было диализа, то однозначно погибали больные. Сейчас диализм, вроде он спасает, ну на сколько лет? Два, три, пять лет максимум. Ну, а дальше все равно. Нету почек. Ну, пересадка почек. Но при пересадке очень редкая почка, ну и она, конечно, не останется на много лет. Она все равно переваривается, потому что чужеродная ткань, иммунная система ее выбрасывает. Ну, в общем, вот, я думаю, достаточно понять и вам дала о медицине, о вашем организме, о том, как его лечить. Да, стратегия понятна. Ну, а детали, уже у меня есть и видеолекции, и прочее, и состав этих трав, и же, ну я говорю, это отвар трав с медом, с лимоном обязательно. Почему лимон? Я сказала, почему мед? Это питание, промывание кишечника, а потом сырые овощные соки, свежевыжатые и фруктовые соки, конечно. А потом уже сырая пища. Весь этот цикл заниматься должен около шести недель или больше, но не меньше. Не меньше. Хотя бы шесть недель вы не притрагиваетесь ни к чему вареному. А потом уже, ну, потихоньку начинать есть, но лучше не есть. Ну, не всем удается, тем более вот в северных широтах. В южных это легче сделать. Еще я хотела вам сказать про состояние белка. Вот это я вам сказала, углеводы и жиры, да? А ведь мы состоим из белка. А чем отличается белок? Только тем, что в составе белка есть еще и азот. Там аминокислоты и прочее, прочее. Аминокислоты чем отличаются от углеводов? Тем, что в их составе, вот кроме этих карбоксильных групп, в составе, которые в органических кислотах, да? В составе белка, вот имеется NH-группа. NH-группа. Это аминогруппа. Вот потому это и называется аминокислота. А аминокислота, вот это уже будет аминокислота. Аминокислота – это кирпичик белковой молекулы, исходный, строительный материал. То есть из множества аминокислот, из миллионов аминокислот составит белковая молекула. Она самая большая, самая крупная из молекул – это глобула. Такая вот голографичная такая глобула, трехмерная, и имеет четвертичную структуру. То есть первичная структура – это аминокислота, потом вторичная структура – две аминокислоты, спиралевидные, соединенные, Соединенные, а потом третичная структура идет. Их сворачивание в глобу и окончательно их архитектоника четвертичная. Вот дает такую вот картину. Ну, для того, чтобы белок синтезировался, нужна матрица, да? ДНК. Это известно тоже всем. Дезоксидибонуклеиновая кислота. Вот мы всегда говорим ДНК, ДНК. Так вы знаете, что это буквы-то означают? Хотя бы из любопытства. Это дезоксидибонуклеиновая кислота. То есть дезоксидибоза – это пентоза. Это так же, как глюкоза, но она состоит из пяти молекул углерода, а не из шести. Это дезоксидибоза и нуклеиновая кислота. То нуклеиновое ядро, оно как-то состоит из азотистых вот этих соединений, но цикличных, не линейных, как аминокислота, а вот таких вот цикличных. Цикл вот этот. Ну тут я сейчас не помню полную структуру, но здесь есть молекулы и азота, и углерода, и дальше там H, O и так далее. Так вот, на этих ДНК и РНК, а РНК просто либо нуклеиновая кислота, без дезокси. А дезокси, то есть без OH-группы. Вот, это есть, если в глюкозе OH-групп там шесть, то тут одной нету, и получается уже дезокси-глюкоза или дезоксидибоза. Так вот, все очень просто. Ну вот из этой простоты складываются наши структуры. И на ДНК вот этой, на матрице синтезируется наш белок. То есть аминокислоты набираются в определенном порядке, потом они скручиваются в спирали, они уже сами скручиваются. Но сейчас посмотрим разницу, когда они сами скручиваются, когда мы должны свои энергии их закрутить. В спираль, потом в глобул и так далее. Вот если аминокислота живая, опять же, что значит живая? Это значит сырой продукт мы поели, сырой белок. Вы скажете, что сырое мясо? Нет, не ешьте сырое мясо и не ешьте сырую рыбу. А варить? А варить она, значит, уже деструктурируется. Но мы же едим вареное мясо и вареную рыбу. И что мы получаем? Мы получаем мертвую аминокислоту, мы получаем целепочку вот такую, как мертвая змея. А если мы едим сырое, сырой белок. А где сырой белок? Где сырой белок? яйцо не годится это тоже очень вредное дело фасоль бы сырой фасоль едите не стоит не стоит не стоит и очень вредно потому что все бобовые в сыром виде вообще их нельзя употреблять тоже нельзя только зеленый горошек вот свежий зелень вот зелень это полноценный источник живого белка и даже вот если вам неизвестна книга Виктории Бутенко то найдите ее в интернете называется зелень для жизни а сейчас она уже издана и есть она в бумажном варианте зелень для жизни Виктория Бутенко это очень хорошая книга она очень много пользы принесла людям потому что именно в зелени на самом деле очень много белка и в шпинате и в любой зелени съедобной ну и в дикорастущей тем более и очень полезный этот белок так вот давайте разницу посмотрим между живой и мертвой аминокислотой вот зелень мы едим вообще ну зелень зелень полезна в салатах и так далее ешьте но много ее не съесть за день 800 грамм зелени мало ли кто съест но если вы сделаете из этой зелени три раза коктейль то вы можете его выпить вот чем цена эта книга там рецептура коктейлей и прочее и прочее то вы можете его выпить легко вот по 250-300 грамм коктейля и там еще если вы добавите орехи и проросшую пшеницу у вас будет прекрасное питание легко усваиваемое и абсолютно не вызывающее образование никаких антител я еще про это вам не сказала но про все не скажешь сразу но в общем аллергии и прочее и прочее это все следствие образования излишнего количества антител вот они нам не нужны они почему образуются потому что мы едим белковую пищу а каждая белковая вот такая молекула чужеродного животного белка вот такая она разрушает нашу белковую молекулу потому что она чужая она разрушает ее своей структурой и две разрушенные она погибает сама две погибшие молекулы это уже трупик и это уже гной когда их собирается много получаем гной и получаем вот эту картину ужасную и потому мясо все равно гнойродно все равно сколько бы вы его не съели мало или много 40% белковых молекул целыми всасываются из тонкого кишечника это же не моя выдумка это факт научный 40% значит идут и разрушают наши молекулы если вы съели 100 грамм мяса то 40 грамм молекул этих отправилось туда в ткани и получили мы в ответ на них 40 грамм еще антител антиген потому что белковая молекула это антиген то что порождает антитела так куда еще дальше они сшиблись значит друг друга поубивали и начинают гнить и так далее и так далее а что мы получили гной а гной это тоже чужеродный белковый материал вы представляете что имеет место и идут образования наших собственных антител на этот гной его же тоже надо удалить аллергия на лицо а мы что говорим причина аллергии что пыльца амброзии пыльца цветущих деревьев мед еще страшнее мед цитрусовые соки на мед у ребенка реакция мед ему нельзя сегодня мне одна мать говорит врачи говорят до 3 лет нельзя давать ребенку мед я говорю почему так вот чепуха она сказала там споры клостридий в меде почему я не знаю что такое клостридий я честно говорю что я не знаю но в меде нету ничего болезнетронного абсолютно нету мед наоборот очень полезный его можно буквально со второго дня рождения давать я это сама делала внучке своей все было прекрасно так вот поймите пожалуйста что полезно а что вредно вот мясной бульон куриный бульон дают после операции нельзя никак там полно вот этих азотистых соединений уже которые отмерли ну что такое бульон это отходы белка так нет а сок не разрешают дать сок свежевыжатый сок нет он вызывает брожение туда все да вызовет если вы не очистили до операции этого человека но обычно за день до операции делают клизму или в тот же день но это очень мало мне 20 надо очищаться до любой операции операция пройдет очень легко заживление очень просто будет первичным натяжением то есть без нагнаения и после операции тоже соблюдайте такой же режим пищевой будет все прекрасно вот понимаете в чем дело то суть в чем заключается ну вот так что так мы о чем говорили что короче целые белковые молитвы вредны а в растениях они какие а в растениях гидролизаты вот в том то и прелесть в растении что в них белковые молекулы не целые в основном есть конечно и целые но большая часть белка там в виде расщепленных молекул полипептидов вот это составные части молекулы полипептиды это когда много аминокислот но еще не целая молекула значит она меньше атомный вес если белковая молекула несколько миллионов то полипептид будет один миллион или полмиллиона атомный вес да молекулярный вес То есть он уже не является антигеном. Растительные белки не вызывают образование антител. Белки орехов, прочих, прочих. А вот белки бобовых, они являются антигенами. Так что, кроме того, там есть вредные ферменты. Вот ингибитор трепсина, который не дает по желудочной железе работать. Так что их вообще не надо кушать. Ни в вареном, ни в каком виде, кроме зеленого горошка сырого. Вот, более-менее, более-менее она приемлема. Ну, в общем, только более-менее такой. Ну, опять же, ее сваришь, хотя можно прорастить. Если прорастить, она будет полезна, представьте себе. Но хуже, чем пшеница проросшая. Проросшая пшеница – это великолепная вещь. Вот. И таким образом, съедая растительные белки, то есть питаясь растительной пищей, мы вполне будем обеспечены белком. Но, ну, что такое вегетарианство? Вегетарианство вещь неплохая. Но она не исключает отнюдь варенную пищу. Там каши и прочее, прочее. Ну, ладно, в основном мы все вегетарианцы. Но это отнюдь не то питание, которое даст здоровье. Потому что реальное здоровье. Потому что есть вот очень хороший диск. Я не знаю, можно ли у Германа приобрести или нет. Но вот этого Игоря Бутенга. Это муж Виктории Бутенга. Он рассказывает, как вся семья их перешла на сыроедение. Это было вначале очень трудно. Они ничего не знали, никаких научных трудов не считали. Кроме там лекций, которые он услышал 20 лет назад в России. У нас есть сейчас известный такой сыроед, тарнатурист Вайдан Илян. Я его в Ереване хорошо знала, знаю его хорошо. Вот он читал лекции давно еще, вот лет 20 и раньше. Он читал по многим городам Союза и был и в Москве. И вот Игорь Бутенгу вот услышал лекцию. Ну, конечно, так как услышал, так и забыл. А тут говорит, что-то у него болезней наросло там масса. И он вспомнил это. И говорит, все, мы всей семьей перешли. Там были все больные, жена и дети, двое детей. Они все перешли на сырую пищу и рассказывают, как это было трудно. Это было трудно, конечно, потому что если вы с предварительным голоданием это сделаете, это будет намного легче. Они же всего этого не делали. И такие больные, загрязенные, зашлакованные, они стали есть сырое сразу. Это пошли обострения и немыслимое желание есть, просто ну как ломка наркомана, вот получается. И так далее. Ну, они преодолели все это, ну, сделали молодцы. И потом у них пошел, конечно, фантастический рост энергии и прочее. И болезней не стало, но люди 15 лет держатся на своей день. 15 лет – это непросто. Но зато это результаты, ну, совершенно неожиданные. И как он рассказывал, вообще, слушаешь, здесь смотришь, ну, замечательно. Действительно, энергия такая, она растает, ведь это солнечная энергия, которая идет с растениями. Получается, что вот в нас солнечная энергия. И там устойчивость против холода, и все. Он рассказывал, какой-то переход фантастический они сделали. Через Анды, там эти, границу Мексики и Канады и так далее, в 3000 километров пешком. С женой и детьми. Ну, эта тропа там есть, там многие ходят. Но они сыроеды ходили, и они перенесли это намного легче. Других и так далее. Так что, действительно, настоящее сыроедение полное, оно очень качественно отличается от любого другого режима питания. Но если это все-таки не удается, то хотя бы, вот, бессмысленно, понимаете, варить овощи, фрукты и так далее. Все это бессмысленно. Хотя бы овощи и фрукты и проросшие зерна, надо, чтобы были в еде большое количество. Ну, а процентов 25, как Брек говорит и пишет, и он сам так питался, процентов 25 – вареная пища. Но какой вареная? Это вот каша гречневая, она самая полезная, потому что в ней нету глютена. Вот этот белок, который нехороший белок зерен, особенно пшеницы и всех этих вот семейств злаковых, да? Но, если вы это едите в сырую виде, если вы пшеницу проращиваете, то глютен в этом процессе, он расщепляется. Росток появляется. И когда появился росток 2,5 миллиметра, это уже очень целебное зерно. И чтобы его реально употреблять, а не по чуть-чуть там клевать, его надо просто в коктейль добавлять зеленый. Вот как мы сказали про коктейли эти, да? По Виктории Бутенко. Надо, чего нет? Почему мотайте головой? Нет, я-то не сказала. Мы сказали про коктейли, но про лучшую пшеницу не сказала. Так вот, ее добавьте, прорастите, промойте и добавьте в коктейль. В первую очередь размолите ее. Можно им орехи добавить туда. Горз пшеницы, горз орехов небольшой. Орехов мало добавлять, им много не нужно. И хорошо их, значит, прокрутите, чтобы был гамагенат хороший. А потом добавьте зелень, а потом добавьте фрукты, банан или мандарин, яблоко, все что угодно. И будет очень вкусный напиток. Просто фрукты добавляются для вкуса. И действительно, очень облагораживается вкус, очень вкусно получается. Я в последнее время стала регулярно их делать. Просто замечательная вещь. И вы получаете такое питание, что куда там мясной обед? Мясной обед просто, ну, отстает весьма. И вред есть, а пользы нет. А тут одна только польза. Понимаете? Так, значит, если это называется хронический фронтит или хронический синусит. Да, то есть гной в лобных пазухах. Ну, обычно я об этом говорю много, но просто времени нет. Гной в лобных пазухах, двухфронтальных и двухкаймовых. Это решетчатые кости, полые. И должны быть заполнены воздухом в норме. А почему они есть? Чтобы фильтровать воздух, очищать, согревать. Еще самое главное, лобные пазухи для того, чтобы, когда они пустые и заполняются воздухом, в котором есть кислород. Ну, воздухом, в котором он есть, желательно, конечно. Если это воздух чистый, то в нем есть и легкие ионы. Легкие ионы, вот это ионы, разные они бывают, но главное, что все они содержат вот этот самый электрон. Это потому он легкий ион называется. Если его нет, он уже тяжелый становится. А он нейтрализуется в воздухе городов, всякими выхлопными газами. И здесь тоже нейтрализуется, выдыхаем он нами воздухом. Так вот, если легкие ионы попадают к нам, в организм, мы вдыхаем, и воздух обязательно через пазухи эти проходит, и потом только через носоглотку в бронхи, в трахею, то ионы прямым ходом попадают в мозг. Понимаете, отсюда прямо попадают в мозг. И это витамины мозга. Они очень необходимы мозгу. Так вот, если там гной, а он гной почти всегда уже у детей, то что попадет в мозг? Попадут легкие ионы? Не попадут. А попадут вот эти ужасные гнойные токсины. И кроме того, что я уже перечислила из болезни мозга головного, мы еще имеем другие страшные состояния. Болезнь Альцгеймера. Знаете, что такое? Ну, такое состояние мозга, забывчивость и прочее. А что такое? Патанатомия, то есть структура болезни Альцгеймера, это мозговые клетки, клетки коры мозга превращаются в амилоид, то есть крахмала киселеобразную массу. Амилоид – это крахмал. Амилоид – подобное крахмалу вещество. Так вот, кисель превращаются в клетки коры головного мозга. Представьте, что за ужас. А почему это? Что такое амилоид? Он только там образуется? Нет. Он образуется и в почках. Амилоидоз почек – это страшное. Дело – это гибель. Вот та почечная недостаточность. А почему это происходит? Амилоидоз почек – причина хронический абструктивный бронхит. Это известно. Дело, что гнойные бронхиты дают амилоидоз почек. А что дает амилоидоз мозга? Дает ясно-гнойный францит. И так далее, так далее. Если там ни рак, ни абсцисс, то амилоидоз обеспечивает болезнь Альцгеймера. Сейчас в Америке она стала эпидемией. Не только в Америке. Там в Швеции и прочее, прочее было в прошлом году, по-моему, конференция была в Стокгольме по амилоидозу. Собрались, думали, думали, что сделать по болезни Альцгеймера. Но почему-то не отмечали, что это амилоидоз. А если вы точно скажете, что это патономический субстрат, то вы, наверное, причину найдете. Нет, об этом не говорят. А придумывают лекарства. Лекарства типа колхицина. То есть то, чем лечат там рак, периодическую болезнь и прочее. В общем, бред, понимаете? Бред получается. А что нужно? Нужно, во-первых, очистить весь организм, все ткани. Потому что если вы начнете закапывать вот эти капли, если они слабенькие, то они просто пользы не принесут. Я уже не говорю, что нельзя нафтизинга. Это нельзя делать просто. Ну, там причин много. Но закапывайте вот это масло, настойное на чесноке, неплохо. И вы даже будете выделять гной. Ну, пользы будет мало, в конце концов. А что нужно? Нужно цикламен. Вот цикламен он хорошо растворяет гной и выделяет. Но если вы закапываете цикламен без общего очищения, то у вас слизистая, очень забита гноем, кругом. И у вас она пойдет пухнуть. То есть аллергическая реакция пойдет. И отек слезистый, он же грозит даже удушением. Будет ложный круг удушения. И потому ни в коем случае не капает цикламен без общего очищения. Вот люди почитали мои статьи, а уже лет 20 назад, статья моя была первая, наверное, цикламен чудесное растение. Вот я тогда впервые на себе испытала его. То я рекомендовала, но его капать нелегко. Он очень болезненный. А я вот, а, значит, я еще и после гриппом заболела. Как-то это уже было после. Тоже эпидемия была. И уже я думаю, нет, тут без цикламена не обойтись. Потому что у меня сильно болела вот эта вот часть. Глазница, глаз очень сильно болели. Я тогда в общежитии у сына жила в медицинском институте. И стала капать вот этот цикламен. Но гноя пошло очень много, но прекратились боли, глазницы. А потом, после гноя, вы понимаете, что у нас творится? Вот я это рассказываю, кажется, не очень даже приятно. Мне, так сказать, обнажаться перед вами, что у меня было. Но тем не менее я скажу, потому что это может быть и у вас. Сейчас, вы понимаете, после гноя начала идти какая-то крошка. Сухая, зловодная крошка из носу. Да, такие вот кусочки. Сначала я не понимала, что это такое. А потом я поняла, что это сгнившая кость. Детрит костяной. Вы понимаете, что такое? Вот боли-то откуда? Кость загнивает. А сколько людей с такими ужасными болями? Вот заболели гриппом? Болит, глаз болит. А у меня он болел не первый раз. Несколько лет такое было. Вот заболею, обостряются у меня антибиотики или что-то другое. Тогда я еще не занимался. И так. Ну, а тут вот такое дело. Идет эта гнойная крошка. Идет. Я каждый раз пугаюсь как-то. Ну, я говорю, ага. Ну, я говорю, капать и капать. Тут уже я не смотрю на боль ни на что. Капаю. И даже удовольствие доставляет. Потому что я знаю, что она очищает. Ну, и это кончилось через два месяца. А всего четыре месяца я капала. А через два месяца я как-то вызмолкалась. У меня вся лаковина была покрыта вот этой гнойными крошками сухими. Я в ужасе смыла все. И даже смоты не стала. Вот после этого у меня уже прекратились выделения. Все прекратилось. Я была здоровым человеком фактически. Но я за это время голодала дней десять. А потом я и соки пила. И, в общем, практически была на сыром питании. Месяца четыре. Понимаете? Ну, а потом, конечно, опять вернулись к вареному кое-чему. И, конечно, опять снижается уровень здоровья. А если будет держаться, то было бы очень хорошо. Вот у диетологов такое мнение существует, что если пить свежевыжатые соки, по-моему, фруктовые, то это способствует риску развития сахарного диагноза. Чистейший бред. У сахарного диабета бывает даже не от сахара, а от белка. Потому что это аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда повреждаются клетки инсулярного аппарата. Эндокринные, выделяющие инсулин. А они повреждаются от белка чужеродного. Вот все. Это заболевание. Просто аутоиммунное воспаление клеток поджелудочного инсулярного аппарата. Все. А дальше они не усваивают. Уже нет инсулина. Они просто не в состоянии вырабатывать его. И тогда и повышается сахар, и повышается сахар. Костой уровень его измеряется. На самом деле нарушается проницаемость всех питательных ингредиентов. И сахаров, и жиров, и белков, и всего. Потому что инсулина – это универсальный анаболический гормон. То есть универсальный гормон, который обеспечивает вот этот анаболизм. То есть усвоение. Катаболизм – это разрушение. Анаболизм – усвоение. Знаете эти слова, запоминайте. Они вам нужны. Знаете медицину. Я очень прошу. Вот видите, я прям разрываюсь. Для того, чтобы вы усвоили некоторые термины, механизмы, заболевания, выздоровление и прочее. Потому что если вы знать не будете, вы не будете делать ничего. И слепота будет продолжаться. Вот этот универсальный анаболический гормон. Запомните. Когда вам говорят сказки эти про диабет, про инсулина и прочее. Запомните, что это все не так. А вы избавьтесь от мяса. И избавьтесь, конечно, от искусственных сахаров. Подожди. Так. Если я сказала, что сахар. Ну, сахар, конечно, вреден. Значит, естественный. Давайте, сахара, да. Естественный сахар где? В меде и во фруктовых соках. Но. Что значит естественный сахар? Это сахар, содержащий фруктозу, а не глюкозу. Но это еще одна большая тема. Биохимия. Но, как видите, без биохимии пищи мы не поймем биохимию нашего обмена. А если не поймем, будем болеть. Значит, все естественные продукты содержат сахара, жиры и аминокислоты. Аминокислоты, то есть единицы наших пищевых ингредиентов, содержит структура их левовращающая. Ну, это условно так называется. Ведь все они имеют пространственную структуру. Вы понимаете? Наше тело, наши молекулы голографичны. И каждая аминокислота имеет пространственную структуру. Так же и каждый углевод. И глюкоза, пентоза, все они имеют эти структуры. Так, все они левовращающие. Что значит? Это значит, они вращают поляризованный луч налево. Вот существует поляриметр, там помещают капельку меда, капельку чего-то. И луч или отклоняется влево, или вправо. Если этот луч поляризованный отклонился влево, значит, это левулеза. Значит, это чистый мед, это фруктоза. А если он отклоняется влево, там очень мало должно быть глюкозы. То есть глюкоза вправо вращающая. В естественных сахарах преобладает фруктоза до 90%. Во фруктовых соках кругом. Кроме виноградного и арбузного. Значит, арбузы и виноград содержат глюкозу преимущественно. Вот потому при диабете нельзя есть виноград и арбузы. А все остальные фрукты, особенно с кисленькой, кислые, можно и нужно есть. Понимаете? Но это только при диабете нельзя. А здоровый человек может есть и виноград и арбуз. Ешьте, пожалуйста. У нас достаточно будет силы подживудочной, чтобы эти правовращающие сделать для вращающими естественные продукты. Это очень просто. Это не то, что сахар. Не то, что конфеты. Не то, что торты и прочее. Вы понимаете? Разница огромная. Вот и все. А когда мы варим любое, вот эту же травку, которая бывает очень шпинатная, например, вареная, очень вкусная вещь и так далее, то все левовращающее превращается в правовращающее. Структура меняется, деструктурируется. То есть правовращающие изомеры, для того, чтобы усвоить, их надо еще сделать левовращающими. А для этого ферменты нужно выделять. Тканевые ферменты, там их масса. Изомеразы и так далее, которые изомер один в другой превращают. Но куда нам? Пищеваренные соки выделяются. Тканевые изомеразы выделять. Выделять без конца, чтобы переварить эту вареную пищу. Вы понимаете? Вот истина такова. Так, тебе доспрашивай, что ты еще хотела. Это мнение просто. Ну? Давай. Значит, фруктовые соки можно пить неограниченно? Да, можно пить неограниченно. Особенно, если у вас нет диабета. А если есть, то различайте, что. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек страдает хроническими заболеваниями, вы постоянно принимаете лекарства жизненно необходимые, как он может голодать? Ну, оставьте, наверное, жизненно необходимые. Я сейчас в общем скажу. А если вам нужно подойти ко мне, мне прояснить, что значит жизненно необходимые. Если это... Как-ак? Оставьте, антиаритмики. Ой. Оставьте их жизненную необходимость. Вы промываете кишечник, у вас не будет аритмии. Но я по поводу мамы себе интересуюсь. Но дегоксин, да, без... Нет, она принимает аллопенин. Ну, там составляющие, действующие вещества, это все равно. Аллопенин, вот это в классе. Но все это дигиталис. Это все-таки препараты дигиталиса, то есть на перстянке и так далее. Конечно, они регулируют ритм. Но что это такое? Есть такое выражение в медицине. Дигиталис делает диастру длинной. 4D. А что? Ну, что бы ни было, это то, что вызывает паралич вот этих проводящих нервов. Но пусть все равно делает диастру длинной. Пусть не дигиталис будет. Но они именно это делают. И аритмия прекращается. Там уезжаются сердечные сокращения тогда. Но уезжаются сердечные сокращения и сокращается жизнь. Это неправильно. Что в такой ситуации делать? Вот то, что я сказала. Больше ничего. Вы можете антиаритмики принимать? А да, конечно, поначалу. Выходите голодать. Но дозы сокращать. Постепенно сокращать дозы. И в конце концов вы избавитесь. Не быстро, может год-два понадобится. Но эти промывания кишечника необходимы. Но у меня в острых случаях бывало, знаете, у молодых людей. Я страдаю пароксизмальной тархикардией. Вот был 25-летний парень. Я помню, в санатории я работала. И так далее. И у меня приступ, что делать? Это промой кишечник. Он сам уже промылся. Два раза промылся. Все, нету тархикардией. Это пароксизмальная, которая ужасная. И так далее. Понимаете? Ну, это когда острое. Когда молодой человек. Он еще лекарств не принимал. Ну, и так далее. Мария Анатольевна, скажите, пожалуйста, о шоколаде, кофе. Как это вообще? Да. Ну, хорошо, что задают вопрос. Хотя, по-моему, из того, что я сказала, стало ясно уже. Но шоколад, кофе, все это наркотики, все это допинги. Особенно детям нельзя. Ради Бога, если вы им кофе не даете, то вы им даете же шоколад. Это почти то же самое по вредности. Нельзя. И сахар искусственный, и смесь ужасная. И сам этот боб какао, это очень нехорошая вещь. Но это вот, откуда пошли вот это, бобы какао стали люди применять пищу и так далее. Это же, знаете, козы, да, в древней Греции, по-моему. Они что-то очень полюбили какао. И у них такая эйфория наступала после этих бобов. И все, и люди стали их есть, ну и так далее. В общем, что кофе, что какао, вреднейшая вещь. Если вы детям даете шоколад, вы уже их делаете наркоманами. И уже потом дорога открыта, так сказать, для всех остальных наркотиков. Не давайте шоколад детям, и сами его не ешьте. Я признаюсь, очень любила шоколад раньше. Ну, вот последние пять лет, ну, даже больше немножко, у меня просто отвращение к нему. И никакое желание, ну, обычно он такая вещь желанная. И никакого желания нет, совершенно честно вам признаюсь. Это бывает тогда, когда организм очищается, понимаете? И еще бывает. Вот печень загрязнена, она не принимает элементарных продуктов, которые очень нужны нам. Вот очень многие люди не выносят запах мяты и не выносят мяту. Ну, просто не выносят ее. А только потому, что у них печень загрязнена. А если очистится хорошо, то мята замечательная. Она очень приятная вещь. Спасибо. А еще вопрос. В лечении используют некоторые лимфостимуляции, очищение лимфы. Сок, сосав трех соков апельсиновый, фруктовый. Дорогой мой, это же элементарная методика очищения лимфы. Она очень нужна. Это описано Уокером. Это замечательная вещь. И фактически при моей методике делается то же самое, только немножко иначе делается. Вот вместо этих двух литров цитрусовых, которые не всем всегда доступны. Я знаю, да, конечно, разбавляется. Ну, это хорошо, делайте, пожалуйста. Но можно это видоизместить вот так вот. А тварь трав, травы, они активные, способствующие выделению шлаков. С медом и с лимоном. Практически тоже степень очищения такая же. И когда вы это вот, пусть слабительного... Не сказала. Нужно, скажу. Нужно. Ну, тогда скажу, хотя это уже будет второй раз. В видеолекциях все это есть. Я просто не смогу. Ладно. Так, травы такие. В общем, они подобраны так, чтобы очищать дыхательную систему, пищеварительную и выделительную. Значит, это группы вот такие. Начинается. Ну, мята, мелиса и душица – это общие очищающие травы. Первая, да, тройка. Мята, мелиса, душица. Потом идут очищающие дыхательную систему. Подорожник. Мать и мачеха. Можно чабрец. Можно корень солодкий. Ну, можно два или три компонента. Ну, много еще. При таких застарелых бронхиках – багульник, конечно. Ну, он очень сильно отхаркивающий. Цвет, липы и так далее. Потом идет группа трав, которые очищают желудочно-кишечный тракт, печень. Это тысячелестник, ромашка, репешок. Я не знаю научное название его, но репешок – очень хорошая трава, очень сильно действующая и очень хорошо очищающая печень. И легкие тоже, кстати. Он еще и отхаркивающий. Интересно то, что вот вы смотрите, травы вообще все, они обладают очень многосторонним действием. Это вот мы говорим. Печень, тысячелестник очищает печень. Там спарыш. Спарыш – это почечная трава. На самом деле спарыш способствует отхаркиванию. И тысячелестник тоже. И фактически все травы чистят все. Но все-таки есть преимущественное действие. Потом мы выделяем группы. Вот печеночная группа. Потом идет почечная. Выделительные органы – это спарыш, талакнянка, полевой хвощ. Опять нужно два из этих трех. Полевой хвощ очень эффективный, тоже хороший. И дальше идет крапива, шалфей, общоукрепляющий. Пустырник валерьяна, успокаивающий очень хорошие травы и очищающий пустырник. Ну и цвет календовый еще. Мать и мачеха. Сказали про мать и мачеха. Сказали. Вот и все. Спасибо. Не смогла очиститься до зарождения ребенка. Во время беременности. А можно? Во время беременности. Сейчас скажу. Но это тоже тема отдельная. Во всяком случае, так дела встает. Каждый триместр беременности беременная женщина должна голодать пять дней. Это тоже не мной установлен этот порядок. Каждый триместр, то есть каждые три месяца. Вот и пять дней голодать. Но там классически это на воде. Но не надо на воде, ради Бога. Вы голодаете вот на отваре с медом, с лимоном. И промывать кишечник. Но промывать, конечно, не двумя литрами, как обычно делают. А поначалу надо осторожно. Потом можно ничего. Но надо пол-литра. Вот так. Пол-литра 700 грамм. Один раз. Но пять дней нужно подряд это делать. Ну и дальше, дальше можно литр довести. И тоже очень эффективно. И необходимо. Одну минуту. Так тему надо продолжить. Слушайте, это же очень важно. Это же, может, вам не предстоит родить, но вашим близким, родным предстоит. Ведь после беременности наступают роды, наверное, да? А это очень важный момент. И уже родильница то, что не делается. А ведь по закону, даже в учебниках было написано, во всяком случае, сейчас, наверное, и написано, что на третий день после родов нужно выпить солевое слабительное. Именно так. И делайте это обязательно. На третий день после родов солевое слабительное. Лучше, конечно, чтобы роды были домашние. Вот в прошлом году в июне в Москве была конференция по домашним родам. Ну и будет в этом июне тоже. Попытайтесь попасть на эту конференцию. Это очень важная конференция. И она учит буквально домашним родам. Это очень важно. Потому что рожать в больнице – это неправильно. Совершенно. Там много есть причин. Но я была на этой конференции все пять дней. Меня очень удивило и очень огорчило, что говорили только о родах. Причем говорили светило мирового масштаба. Там Мишель О'Ден – это такой, знаете, патриарх домашних родов, ну, под 80 лет, из Франции и так далее, и так далее. Было очень много подобных личностей. Все они говорили только о родах. До родов, кажется, беременность предстоит. Слушайте, ни слова о беременности, ни слова о том, как питаться во время. Вообще о питании, обо всем, что я говорила, вообще ничего не сказано. Я пыталась что-то сказать, но в выступлениях меня не было там. И в перерывах, я, в общем, для желающих, там мы немножко поговорили. Я и другая врачка, которая приехала ко мне домой учиться. Она в ноябре приехала ко мне из Нижнего Новгорода, акушер-гинеколог, и она, ну, как-то, в общем, прочитала мой сайт, видимо, и, будучи честным человеком, она решила все-таки не лечить, как лечит, а лечить правильно. И вот приехала ко мне, там, проучилась, так сказать, и потом и она выступила, и я. И теперь она специалист уже и по естественному питанию. Вот так. Так что обязательно беременность должна быть правильно проведена. И в этом случае домашние роды пройдут совершенно гладко и безболезненно, и без неожиданностей. Но раз уж мы заговорили об этом, я не могу вам не сказать, что моя дочка родила пятерых детей дома. С первого и до последнего пятого. Все было очень просто и спокойно, потому что она всю беременность питалась правильно, и до беременности ясно, и родила очень хорошо, без всяких осложнений, без эксцессов, без кровотечений. Буквально все роды были бескровные. Я первый раз в жизни увидела бескровные роды. Я же, ну, в институте только была, в акушерской клинике, там кровь льется рекой, то же самое было у меня в роддоме. Слушайте, нету крови. Вообще, плацента выходит сама собой. И то, ну, не перерезают пуповину после родов сразу, не перерезают, держат ее 40-45 минут, пока она пульсирует. А потом перерезают, и пуповину просто вытягивают слегка, и плацента сама выходит целая, совершенно не поврежденная. И там и не надо обследований делать ничего, все в порядке. Да, да, да. И дочка моя через 4 часа в 6 родила, что-то в 10 часов она сажала на огород в странице. А это Женечка, наша первенница, она апрель был, 4 апреля. И она такой, солнце, жарко. Она на улице спала на раскладушке. Я говорю, смотри, пора кормить. Ты что, забываешь, что у тебя ребенок? Вот так было. Понимаете, ну где это? Вы слыхали? Али лежат там, лежат женщины, потом кряхтят, матка не сократилась, туда-сё, а матка тут сокращается. Почему? Потому что ребенка прикладывают к груди сразу после родов, не отрезая пуповины. Ребенок сосет, матка сокращается. И потому и плаценты легко выделяются. Ну, в общем, знаете, это физиологичные роды. В больнице этого не будет. Так что попытайтесь осознать этой методикой. А это просто, если вы предварительно хорошо провели беременность. Ну, конечно, зовите акушерку, договаривайтесь с ней. Пусть она наблюдает во время беременности и уже придет к вам домой во время родов. И все будет прекрасно для вас. Спасибо. Еще вопрос есть? Можно не пора сказать, у нас дочка была, а сейчас кормит только грудью, 3 месяца. Ну, как пустой вопрос. Опять беда. Слушайте, если я буду все это говорить, мы ночь все будем говорить, вы знаете. Потому что кормить только грудью. Она делает плохо. Все. А еще вам. Вы продолжайте. А я имею в виду подкармливать чем? Ну, вот. Вот. Во-первых. Сразу. Это наш. Да? Здравствуйте. Прекрасно. Почистить ее нужно. Ее и малыша. Я сказала. Но малыша пока оставьте в покое, если он не болеет. Нормально. Вот она пускай срочно пьет сульфат магния. Слабительную соль. Знаете, сульфат магния пишите, купите. В аптеке купите сразу много, но пить ей за сколько? Вес у нее какой? У нее где-то килограмм 45, наверное. Такая худенькая? Маленькая. Ну, так. Значит, надо выпить одну пачку. Ну, лучше 30 грамм. Ну, хорошо. Давайте как-то с килограммом пащем. Я сказала. 45, примерно 30 грамм с сульфатом магния выпить.